По гонгу свет и начало! 2001 год. Загородное шоссе под Москвой. В кювете перевернутый легковой автомобиль популярного артиста Владимира Этуша. На следующий день газеты напишут, в машине он был не один. Вместе с ним пострадала молодая женщина. Мы ехали на дачу, и не рассчитал я этот срез. Владимира Этуша задела, что журналистов интересовало не состояние его здоровья, а что за женщина была вместе с ним во время аварии. Настойчивость папарацци заставила Этуша бросить в сердцах. Да жена моя это, жена, отстаньте! Хотя это было не так. Елена Горбунова была заядлой театралкой и его поклонницей. В то время одинокий актер только начал встречаться с ней. Ему было комфортно в обществе этой молодой женщины, которая за последние 10 лет не пропустила ни одного его спектакля. Но тогда он и предположить не мог, что назовет кого-то в третий раз своей женой. Это говорит, в общем, о его таком бойцовском характере, что я не сдамся. Это характер позволял Этушу держать удар в любых ситуациях. Быть сильным, несмотря ни на что. В жизни, в кино, на сцене. Ее всю жизнь было желание побеждать. Он всю биографию свою сделал сам. Вероятно, закваска военная. Этуш был невероятно популярен. Играл без штампов и фальшей. А его знаменитые фразы из фильмов запоминали наизусть. Все, что нажил непосильным трудом, все же поим. Он же всенародно любимый артист. Скупой на похвалу всегда радовался успехам своих звездных учеников. Конечно, актерская внутренняя сосредоточенность и дисциплина, к чему он нас абсолютно приучил. Мы его все очень уважали, очень любили, но и боялись. Он 70 лет был предан Вахтанговскому театру. А в 95 вышел в самой неожиданной и рискованной постановке. Я никогда не видела его сдавшимся. Он не боялся один заступиться за кого-то или за спектакль. Здесь не только шляпу хочется снять, а остаться нью. Звездные роли в кино к Владимиру Этушу пришли поздно, когда ему было уже за 40. До этого он получал лишь эпизоды. Помочь утвердиться могла только заметная роль. Нужен был абсолютный успех. «Кавказская пленница» вышла на экраны страны в 1967 году и принесла Этушу всесоюзную славу. Этуша называют Вацаховым. Этот фильм прорвал или там опрокинул какую-то верхнюю планку и вошел в число самых любимых. «Кавказ» — это всесоюзная и кузница, и здравоохранца, и житель. Эта картина очень прозвучала, прошла по всей стране, и он очень прозвучал. Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина — друг, человек. Грандиозно! На том советском кинематографе он, конечно, был уникальный. Хотя все говорили, что очень трудно с таким лицом сниматься. Но поначалу Этуш отказал Гайдаю. Ролей с акцентом в его актерском багаже было уже немало. Турецкий полководец, итальянский коммунист, руководитель нефтепромысла из Баку. В этих небольших ролях Этуш умел находить свои краски. Эта кепка мне идет? Идет. Где купил? Какую купил, слушай? Такую кепку купить можно? На заказ сделал? Это же не Русапятый какой-то дядька, который может Иванушку-дурачка сыграть, и какого-то крестьянина. Внешность все-таки для кино имеет очень важное значение. Она такая у него южная, поэтому его и на эти роли приглашали. Приглашение Гайдая Этуш все-таки принял. Поверил в его режиссерский талант. Мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать пыльематли. Гайдай стоял на съемочной площадке с секундомером и сурово бросал Этушу. Не смешно, требуя добавить его герою веселья и гротеска. Актер не боялся спорить с режиссером и отстаивал свое видение роли. Я думаю, смешно должно быть в результате. Он говорит, когда, после картины? Я говорю, нет. В результате, когда завершен будет эпизод. А политично рассуждаешь, а политично рассуждаешь, клянусь честным словом, не понимаешь политической ситуации. Этуш оказался прав. Чем серьезнее он играл, тем смешнее было в кадре. 20 баран. 25. 20. 20. Холодильник Розенлев. Пинский. Хороший. Почетный грамотный. И бесплатный путевок. Сибирь. И вот это сочетание почти бесстрастного лица и какого-то внутреннего юмора. Невероятный синтез. Импровизации Этуша часто звучали интереснее и ярче, чем текст сценария. А некоторые фразы рождались у него прямо на ходу. В частности, знаменитая. Шляп с ним. Это же все в кадре. Это срежиссировать невозможно. Это случилось, все в кадре. И у меня вот так под нос, вино, цветы, там что-то такое. К жене. Ну вот, к невесте. И понимаешь, я в шляпе. Я уже в кадре ему говорю, шляп с ним. Он и что? Что? Шляп с ним. С этой случайно брошенной Этушем фразой вся сцена и попала в картину. В фильме «Кавказская пленница» любовь товарища Саахова оказалась неразделенной. Обидно, кранусь. Обидно, ну. Его отвергает студентка, комсомолка, спортсменка, просто красавица. В жизни все было иначе. Предложения руки и сердца Владимира Этуша принимались всегда. Его избранницами становились женщины красивые и талантливые. Когда после войны он, фронтовик, орденоносец, вернулся в родное Щукинское училище, куда поступил еще в сороковом, то сразу вскружил голову студентки первого курса Нинелли Мышковой. Этуш напомнил ей отца, генерала, погибшего под Сталинградом. «Значит, смелый». Ее красота завораживала и в жизни, и на экране. «Люба я не вижу». «Кому ж не Люба, краса такая». Через год после знакомства Этуша Мышкова сыграли свадьбу. Время было тяжелое, послевоенное. Зарплаты не хватало на самое необходимое, так что приходилось добывать деньги всеми доступными способами. Даже покупать калоши в военторге и продавать по коммерческой цене в четыре раза дороже. Позже Владимир Этуш назовет безденежье и бытовую неустроенность главными врагами актеров. «Господи, были бы у нас деньги, я сразу стал бы богатым и благородным, может быть. А что мне, жалко? А сейчас, извини уж, не могу». Студенческий брак дал трещину уже через полгода. Мышкова влюбилась в другого и ушла от Этуша. Он отпустил ее без скандалов и по-мужски сдержанно. Сердечную боль лечил сценой. После училища Вахтанговский театр станет его вторым домом на целых 70 лет. Но поначалу Этуша здесь встретили прохладно. Руководитель Рубен Симонов долго не давал ему ролей. Считал, что молодой артист должен почувствовать театр, привыкнуть к сцене. Ах, а то вы репетируете, Зинаида Михайловна. В то время на ней блистали легендарные вахтанговцы. Охлопков, Криценко, Лукьянов. Он рабел перед ними. Во время репетиций вся его уверенность куда-то пропадала. После этого Этуша нередко предлагали заменить кем-то другим. Так было. Художественный совет я проваливал. У меня был большой очень пиетет перед моими старшими товарищами, которые осуществляли художественный совет. И я всегда боялся этого. И поскольку я боялся, то я чего-то не добирал в своих возможностях. Его поддержала бывшая однокурсница Елена Измайлова. Она рано начала сниматься. Была уже популярна после фильма «Пятнадцатилетний капитан». Работа на одной сцене сблизила партнеров. Поговаривали, что Этуш буквально отбил красавицу у влиятельного покровителя. Вокруг Елены всегда кружилась толпа поклонников. Правда, они сразу исчезли, как только за красавицей стал ухаживать сын вождя Василий Сталин. И очень настойчивый. Никому не хотелось вызвать гнев сына вождя. Но Этуш был решителен и сумел завоевать сердце красавицы. Часами простаивал у ее гримерки. Искал любую возможность, чтобы заговорить. Актрисе импонировали его серьезные намерения создать семью. Устав от пьяных загулов Василия, Измайлова предпочла Этуша. Но влюбленные расстались, так и не дойдя до ЗАГСа. Не смогли стать по-настоящему близкими людьми. Волнение студентов перед дипломным спектаклем. Наблюдая за ними, Этуш часто вспоминал и собственные страхи перед сценой. Избавиться от них помогла работа в училище. В 35 лет он стал самым молодым преподавателем в истории «Щуки». Он высокий, элегантный. Всегда девчонки тогда смотрели с восторгом, даже с какой-то завистью. Вот рядом такого мужчину. Он был всегда безумно элегантен. В очень красивом всегда костюме, в рубашке отглаженной и прекрасно подобранном галстуке. Он выглядел, в общем, очень аристократично. Как-то торжественно даже одетый, считая, что театр – это тот храм. С театром Вахтангова и Щукинским училищем связана почти вся жизнь Владимира Этуша. Здесь он учился, преподавал. 16 лет был ректором, до последнего художественным руководителем. А в 1961 году Этуш выпустил свой звездный курс. Александр Збруев, Вениамин Смехов, Иван Бортник, Александр Белявский, Людмила Максакова – эти фамилии сегодня знает каждый. У него была удивительная чуйка. Такой сильнейший, потрясающий курс с точки зрения индивидуальности и даровитости. То есть у Владимира Абрамовича был великолепный глаз. Он видел в людях, он безжалостно выгонял. Он нас боялся, мы боялись его. Потому что он действительно с ястребиным взором, острый глаз, цепкий. Походка очень быстрая. И так, так сказать, мы между нами, его называли «орел». Орел подлетает. Стоп! Он входил, и у него была папка, он ее так бросал на стол. Мы все вздрагивали и ждали, что были дальше. Оля, иди сюда. Бросьте, Батман. Ну, хотя бы так. Далее следовали знаменитые этушевские фразы, которые бывшие студенты помнят до сих пор. Летят невинные головы. Тот, кто плохо работает, тот ведь нам не товарищ. Правда? Бахтантовская совсем другое. Я слышал это впервые, эти первые такие какие-то слова великого актиста, который говорит правду. Это истина страсти предполагаемых обстоятельств. Вообще у Владимира Абрамовича все было по-честному. Он всех любил, ко всем был строг и очень-очень внимателен. Его голос не меняется с годами, а улыбка фирменная, сбруевская и море обаяния. Актер Александр Збруев уверен, что именно это уж сделал из него, арбатского мальчишки-хулигана, не только актера, но и человека. Я такую школу прошел, арбатскую, хорошую, юношескую, что мне все было нипочем. Но когда я поступил к Этушу на курс, я стал очень меняться. Благодаря ему, конечно. Начнем все сначала. Учился, чтобы стать. Любит повторять Збруев, став талантливым и знаменитым актером с обезоруживающим мужским обаянием. А в иронии, свойственной ему, угадывается нечто Этушевское, как и отношение к выбору собственных ролей. Я очень полюбил, благодаря ему, вот эти характерные роли. А какой я герой? Положительный или отрицательный? Это сегодня знаменитые ученики с улыбкой вспоминают своего педагога. Но тогда многим из них было не до смеха. Со Збруев нас отчисляли. Меня вызвали Владимир Абрамович и прочее, прочее. Я был, ну, как будто раздет. Вот он досконально рассказал обо мне все, что я могу, что я не могу. Стоит мне учиться, не стоит мне учиться. Нас оставили вольнослушателями на полгода. Я, конечно, я пахал землю, я рыл носом эту фабрику грез. Я благодарен Владимиру Абрамовичу уже за то, что он за четыре года не выгнал меня из института. Спуску эту ж не давал никому. Студенты боялись гнева педагога до такой степени, что порой доходило до обмороков. Я помню, мы подкрались совсем близко к дверям. Рядом со мной стоял тот человек, с которым мы стали подслушивать. Когда говорил Владимир Абрамович, я смотрю, он так прислонил голову к стене. Стало седать. Он стал терять сознание. И он вышел лезть. Белый абсолютно. Да белый, горячий, совсем белый. Вы не волнуйтесь. Если он придет к началу занятия, а кого-то нету, и он начинает разговаривать таким образом, ты где был и почему тебя не было. Нет, ну можно опоздать, конечно, но не до три же часа. Ван отсюда! И никогда вы не будете артистом, если вы так будете. И ну если, ну, ты чего же в этом плохого? Ну, упадешь в обморок, зато в следующий раз не опоздаешь. Школа этуша – это школа мужества, школа терпения. Да, вот если ты рядом с ним, вот если ты вытерпел, если ты мужественно шел, если ты забывал о себе и пытался делать то, что он, да, наверняка ты выигрывал, потому что ему очень много было чего передать. И по жизненным ощущениям, и по мужской ипостаси. Но первый звездный курс оказался и последним. Больше он никогда курс не набирал. Но стал для Щукинского училища настоящим ангелом-хранителем. Помогал своей альма-матер выживать в непростые времена. 90-е годы – это очень трудные годы. И у меня маленькие дети были в эти 90-е годы. И Владимир Абрамович никогда не забывал про детей. И он покупал подарки, детские вот эти игрушки, конфеты. И каждому ребенку он вручал подарки. Я на спектакль приглашаю, там будет множество сотей. Я этих кукол обожаю, как будто собственных детей. Успех в «Кавказской пленнице» принес Владимиру Этушу огромную популярность на долгие годы. Сложилась и его личная жизнь. Он был, наконец, счастливо женат. С Ниной Крайновой, преподавателем английского языка, артист познакомился на отдыхе в Геленджике. Этуш влюбился в нее с первого взгляда. Поженились почти сразу. Эта пара вообще была, так сказать, очень заметна. Очень заметна, потому что она редкой красоты была женщиной. И очень мягкая, очень деликатная, очень милая такая, невысокомерная. Понимаете, бывает красота какая-то, которая не радует. А это вот та красота какая-то мягкая, добрая, нежная, которая очень располагает к себе. Нину Крайнову не пугает отсутствие у мужа собственного жилья. Она готова терпеть эти временные неудобства. Но однажды Этуш все-таки обращается за помощью. Он звонит секретарю ЦК КПСС Екатерине Фурцевой с просьбой помочь ему с жильем. Всесильная Фурцева помогает. И вскоре Эту с женой получают отдельную комнату с кухней в гостинице «Украина». С Ниной Крайновой актер обрел спокойствие и любовь, которые так долго искал. В семье родилась дочь. Назвали Раисой в честь мамы Этуша. Поступление дочери в Щукинское училище и решение стать актрисой стало для родителей полной неожиданностью. Она поставила нас перед фактом, как поддержала, не поддержала. Я боялся сбить ее, если у нее действительно есть какие-то таланты. Но после окончания училища в Вахтанговский театр Раису не взяли. В течение нескольких лет она играла в спектаклях другого московского театра – «Сатиры». Видели, если бы ее просто пригласили, я бы ничего не сказал. А хлопотать по этому поводу я не хотел. Шоком для семьи стал уход Раисы из театра и решение уехать из страны. Несмотря на уговоры отца, она предпочла личное счастье за океаном. Чтобы понять и простить друг друга, им потребовались годы. Особенно остро Этуш переживал разлуку с внуком. Спустя семь лет, в 2010 году, во время кастролей Этуша в Швейцарии, Раиса приехала на встречу с отцом. Никто не вспоминал прошлого, не выяснял отношений. В Москву начал приезжать внук, которого назвали в честь известного деда Владимиром. Что такое теплое общение, семейный уют и забота близких, Владимир Этуш знал с детства. Он родился в 1922 году, но по паспорту Этуш с 1923. При рождении мама записала сына годом позже, чтобы окреп к армейскому призыву. Володя и его младшая сестра Лида всегда были окружены вниманием. Мама занималась домом. Семью обеспечивал отец, у которого была небольшая галантерейная мастерская. Поздней ночью 1935-го в квартире Этуши раздался звонок. На пороге стояли сотрудники НКВД. Дальше последовали арест отца и ссылка в лагеря. Потом отца выпустили и даже оплатили вынужденный простое в работе. Но было важно, что и в моменты испытаний дети чувствовали. У них крепкая семья, их любят. Брак с Ниной Крайновой вернул ему эти незабываемые счастливые мгновения детства. И помог выстроить успешную творческую судьбу. Когда у Этуша смертельно заболела жена, он поднял на ноги всю Москву. Звонил врачам, искал лекарства. Играл спектакли, мчался спасать свою Нину. Они прожили вместе 48 лет. В 2000-м, когда Нины Крайновой не стало, для Этуша, казалось, рухнул мир. Когда с актером происходят какие-то беды, особенно того поколения, поколения крайне сдержанных людей, они никогда не будут жаловаться. Они никогда не будут просить помощи. Они никогда не начнут выплескивать свою немощь, свое одиночество. От одиночества снова спасли театр и зрительская любовь. Он выходил на сцену и забывал о душевной боли и несчастьях. Держать удар, несмотря ни на что, Этуш научился на фронте. В 19 лет ушел добровольцем. Воевал, не жалея себя, два года на Кавказе. Потом на Украине. Владимир Абрам Четуш – фронтовик, во-первых. Значит, очень сильный человек. Он был не просто боевой офицер, но он бывал человеком, который спасал. Спасал свою часть каким-то личным своим прорывом. Я тоже была девочка задиристо-забористая, и мы с ним конфликтовали. Но какие могут быть конфликты, когда у человека на груди иконостас, и каждый из этих орденов – это пули у виска. Я, когда это все увидела, я просто поняла, что я семечко рядом с ним, и что он навсегда для меня останется гигантом, потому что это воин, потому что это защитник, и потому что ему ведома была война. То, что он видел такую боевую, смертельную жизнь, осталось в нем. Он знал, почем фонт лиха. На войне Этуш показал себя смелым и решительным командиром. В наступательных боях, не щадя своей жизни, повел роту на врага. Был тяжело ранен. Орден Красной Звезды ему вручили прямо на передовой. Началось наступление, подбежал какой-то генерал. «Ты что здесь делаешь, мать твою туда? Ты что здесь сидишь? Вон отсюда и началась артподготовка. Убила командира батальона. Командир полка испугался, выскочил. И мы побежали вперед, куда этот говорил. И доходу он достал из кармана. А возьми свой орден, а то убьют или потеют, и его не поможешь». Постоянная усталость и страх. Вот что вспоминал Этуш о фронте. То, чего потом никогда не видели в озорных глазах его героев миллионы зрителей. Как будто не было этого страха в его судьбе. Артист давно заметил в зрительном зале молодую миловидную женщину. Она приходила практически на каждый его спектакль в театре Вахтангова и всегда садилась на одно и то же 12-е место в первом ряду. Здесь было удобно сидеть, все видно. На мой взгляд, самое удобное место. В 28 лет учительница из Подмосковья Елена Горбунова вдруг стала заядлой театралкой. Помог случай. Мне попались на глаза билеты на спектакль «Будьте здоровы». А я слышала про этот спектакль, что этот спектакль очень хороший, очень веселый, такой, очень интересный. И знала, что там играет Этуш. Но я его до этого момента, я его видела только в кино, и мне вот интересно было посмотреть. Места оказались в первом ряду. В общем, я получила полное удовольствие. После этого захотелось пойти в театр Вахтангова ищет. В течение 10 лет Елена в роли обычного зрителя в зале открывала для себя другого, незнакомого Этуша. Я в первый раз увидела Этуша не в комедийном амплуа, а в драматическом. Я была потрясена. С годами Елену уже узнавали в театре, а кассирша оставляла ей билет. Неизменно на первый ряд и 12-е место. Но однажды Елена набралась храбростей и подошла к любимому актеру. Он вышел, меня сразу узнал, и сказал он, что, вот вы знаете, меня ваше внимание там несколько настораживает. Ну, на что я ответила, что, вы знаете, вы не настораживаетесь, потому что я не безработная актриса, и в Щукинское училище поступать не собираюсь. Я видел, что я ей нравлюсь. Отношения с Еленой Горбуновой становились все более доверительными. Рядом с ней Этуш снова почувствовал себя молодым. Эта энергия неуемная абсолютно. Молодой еще может позавидовать такому. И, конечно, у него мужское стержень есть. Он все-таки мужчина с большой буквы. В 80 лет Владимир Этуш снова позволил себе любить, соединив свою жизнь с женщиной на 42 года моложе. Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, и прочее. Это случилось в 2002-м, через год после аварии. Сам Этуш признавался – эта любовь его спасла и продлила творческую жизнь. Вообще всегда это приятно. А бывает момент, когда необходимо, конечно. Это всегда волнительно, чрезвычайно. Так, портфель, портфель вдруг мы. Портфель. Господа, руб третий звонок. Да, мы готовы. Мне кажется, что это тоже вот какой-то был судьбой после человека. Теперь из театра Этуш всегда спешил домой, где его ждали любимая жена и вкусный обед. Мусик, ну готов, гуси? Все. Это счастье, потому что невозможно ему было бы быть одному. Ему же хочется домой прийти и сказать, ну как, ну скажи мне только честно, вот как было, как я сыграл. Ты очень нуждаешься в добрых глазах, в человек, который твой, твой. Хочется близкой души, даже как-то без этого очень тяжко. Что такое, но почему вы меня совершенно не слушаете? Я вас не слушаю. Ну не слушаете? Обожаемая, ну как это я могу вас не слушать? Хотите повторить? Ну. Этуш стал чаще выходить в свет, встречаться с друзьями. И никогда не забывал сделать женщине комплимент. Комсомолк, спортсменка, наконец она просто красавица. Твое здоровье. Спасибо. Я не ждал, что я тебя через столько лет увижу. Такой красавицей, как ты была. Вальмур, спасибо. В театре говорили, поэтушу можно было сверять часы. За все годы ни одного опоздания. Подобного требовал он и от других. Он иногда мог быть как Катюша. Он только выбирал цель, смещал. И как начинал. Да, конечно, побаивались. А его партнеры на сцене побаивались. Потому что он мог на сцене сказать, не выходи. Или там, побыстрее говори. Он был сам по себе резкий. И он это знал о себе. О своем качестве таком. И он себе до какой-то поры не позволял доходить до какого-то верха. Это так, чтобы совсем не превратить в лужу человека. О непростом характере Этуша знали все. От режиссеров до костюмеров. Когда беспредметный спор затягивался, следовал взрыв, который заставлял собеседника буквально цепенеть от ужаса. Это ты помешал представлению моей прекрасной комедии. Все. Твоя песня-то спета. Это тоже его дар божий. Он не боялся говорить один. Он не боялся один заступиться за кого-то или за спектакль. Он не придерживался мнения большинства. Ему всегда было свойственно его мнение, его ощущение, его правда и правота. Этот характер помогал ему решать проблемы многих людей. Рисковать собою, если требовала ситуация, как когда-то на той далекой войне. Мне рассказывали, в Доме актера был рейдерский захват. Он один вышел к мальчикам, которые могли его скрутить в три счета в масках. И потребовал, представился в своем воинском звании и сказал, а теперь, сынки, снимите-ка маски, хочу видеть ваши лица. Они не смогли ничего сделать. Они не смогли шагу ступить. Потому что перед ними воин стоял. Спектакль «Дядюшкин сон» на сцене Вахтанговского театра длился около четырех часов и порой отнимал все силы актера. Но это уж продолжал выходить на сцену до последнего. Я до безумия влюблен в нее. А я бы смотрел на нее, смотрел на нее, смотрел на нее, смотрел бы на нее. Я никогда не видела его сдавшимся. Я могу увидеть его молчащим. Я могу увидеть его, когда он сидит за кулисами, закрыв глаза. И тогда я подойду и пойму, что, видимо, он не очень хорошо себя чувствует. А это удивительное превращение произошло буквально на наших глазах в Санкт-Петербурге на творческой встрече со зрителями. Вот камера фиксирует тяжелую одышку и усталый взгляд. Взрыв аплодисментов. И, о чудо, Эдюш уже через секунду энергичной походкой выходит к зрителям. Вы меня хорошо слышите и видите, да? Ну, значит, я могу общаться с вами. И куда-то уходят твои больные ноги, куда-то уходят твои недомогания, и ты выходишь на сцену, потому что ты осознаешь, что зрители тебя ждут. Публика все равно будет рада, что она пришла и видела Эдюша на сцене. Эдюш упался в народной любви, как и его французский коллега, неподражаемый Жан-Поль Бельмондо. Они, не сговариваясь, вместе оказались в северной столице. Их неожиданная встреча попала под объектив нашей кинокамеры и стала сюрпризом для Эдюша, обожавшего все французское. Выяснилось, что у них немало общего. Оба популярны, с чувством юмора, страстные автомобилисты. И оба до почтенного возраста большие ценители женщин. На тот момент Эдюш был на 10 лет старше француза. В свои 90 он два часа шутил со зрителями, отвечал на вопросы и ни разу не присел. Не имел права обмануть ожидания. А в 95 яд уж удивил многих, примерив на себя женский образ. Такого от него не ожидал никто. Возраст берет свое. Коллеги сомневались, сможет ли он вообще выучить текст и выйти на сцену. Он смог. Мама, почему ты плачешь, мама? А потому что я все-таки еще чуть-чуть эгоистка. Ума. Это «Бенефис», это спектакль, который был поставлен для Владимира Абрамовича. Уже проблемы были, проблемы с памятью уже были. И мы думали, что в «Бенефисе» это будет все. И директор говорит, ну хотите, я стану перед вами на колени. Сыграйте, пожалуйста, сыграйте один-два раза, и потом этот спектакль, если он не может играть, не сможет играть, мы его снимем. Ну что вы думаете? Владимир Абрамович, он только появился на сцене, и сразу аплодисменты. Ну и что, и сразу в нем этот азарт. Поехали! А потом он уже и шутил. Воля, желание работать, желание побеждать. Пора! Пора! Я считаю, что вот пока может актер играть, он должен играть. Тогда он чувствует себя нужным, востребованным, желанным. Для актера ведь очень важно знать, что зрители его ждут и любят. В 96 он сыграл свою последнюю роль в кино. Старого вояки, фронтовика на склоне лет. Без привычных для Этуша смеха и гротеска. Сидишь? Сижу! Хитрый прищур и неповторимая интонация. Он, как всегда, держит удар. Несмотря на почтенный возраст и все тяготы съемочного процесса, Владимир Абрамович, он всегда оставался бойцом, воякой. И делал столько дублей, сколько потребуется. И находился на съемочной площадке по 8 часов. Мы никогда не забудем его искрометный юмор и поддержку. По-моему, идет все хорошо. А еще через месяц, 9 марта 2019 года, сердце актера остановилось. Прощались в тишине родного Вахтанговского театра. Прилетели из США дочь Раиса и внук Джеймс Владимир. И в эти минуты каждый вспоминал своего Этуша. Актерская внутренняя сосредоточенность и дисциплина, к чему он нас абсолютно приучил, вот это вот мы унаследовали. Очень чувствовал юмор. И даже в страшных каких-то, ну не в страшных, может быть, но в неприятных ситуациях он находил слова. Любовь зрительская, конечно, для него, как для любого артиста, важна была. И я думаю, что он сполна ее получал. Это то, что актера питает. Это то, что дает ему энергию. Когда начинаешь говорить о поступках Владимира Абрамовича, которые связаны с защитой каких-то очень важных ценностей, здесь не только шляпу хочется снять, а остаться нюм. Понимаете, хочется снять все, потому что здесь одной шляпы мало. Значит, придется пожить еще. Придется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...